Дагестанскому кино быть в республике активно развивается кинематограф, только вот знают об этом далеко не все. Для привлечения внимания к этой индустрии в Театре поэзии прошел ретроспективный показ фильма «Небесная кара», снятого еще в начале 2000-х. На экране развернулась настоящая драма, не оставившая зрителей равнодушными. Посмотрели картину и наши корреспонденты. Подробности у Любавы Масловой. Рустам и Зайнап забирают из роддома своего первенца, но молодая мама еще не знает, какой клубок интриг опутал ее семью. Фильм «Небесная кара» рассказывает историю большого обмана и предательства самых близких людей. И когда кажется, что выхода нет, для героини загорается счастливая звезда. Режиссер говорит, запланировал ретроспективу несколько лет назад, но случился показ. Только сейчас. Основная, почему мы решили организовать ретроспективу, мы хотим послушать молодежь, какое кино они хотели бы видеть сами. Запланировали эту ретроспективу, хотели напомнить о том, что дагестанское кино существует. И первые ласточки, такие как «Небесная кара», то это тоже было хорошее кино, но оно было только комедийное. Спасибо нашим друзьям, махачкинским бродягам. Ну, надо как-то все-таки о серьезных вещах тоже думать, задумываться, говорить. Впервые фильм широкая публика увидела 12 лет назад. С тех пор «Небесную кару» неоднократно смотрели дагестанские и московские зрители. Каждый раз картина имела успех. Вот и сейчас зрители с напряжением следят за разворачивающимися на экране событиями. Наира Хабибулаева вспоминает, на съемке фильма спешили после работы, но усталости не чувствовали. Было ощущение, что делаем что-то большое и важное. Пересмотрев фильм через много лет, актриса оценивает свою работу на твердую пятерку. Это тема актуальная. Она была актуальной, будет актуальной, она есть актуальная, потому что это наша жизнь, мужчины, женщины. Она любого не спрашивает, она приходит, не спрашивая нас. Также на показе зрителям представилась уникальная возможность повлиять на будущее дагестанского кинематографа. Все желающие прошли тесты и ответили на вопросы о полюбившихся фильмах. Следующие работы режиссер будет создавать с учетом пожеланий и предпочтений молодежи. Любовь Маслова, Саид Кутив, Мариана Курбанова и Суп Газиамаров. Время новостей.